Лидия Филатова родилась в военном 42-м. Жизнь с детства кочевая. Либерецкий, Шаховской, Клинский и, наконец, Солнечногорские районы. Одна девочка среди трех братьев, маленькая Лида много общалась с бабушкой. Чешкой старой закалки из интеллигентной семьи. У нас с ней было очень, как говорится, очень понимание хорошее. Я ее любила и до сих пор вот это невосполнимая утрата, хотя прошло много лет. Хотя мама Лидии Ивановны была натурой романтичной, писала стихи, поэтическое искусство не стало для дочери такой же отдушиной. А вот над рукоделем Лидия Филатова сидела подолгу. Спасибо бабушке. Мне бабуля говорила, да тебя муж на второй день выгонит, ты же иголки в руках не будешь, не умеешь держать. Шило вязала солнечногорская мастерица всегда. И когда управляла лошадью, работала на земле и в солнечной Грузии, и в голодном 53-м. Этот год навсегда в памяти женщины. Вот там на полях, когда оставалась картошка, весной собирали, и значит, из них делали такие, я не понимаю, тошночки, как называли, лепешки черные из милой картошки, крапиву ели. Сейчас Лидия Филатова на пенсии. По-прежнему шьет, по-прежнему вяжет. Хоть время свободное занять, да и на одежду поменьше трат. Вот научиться еще крючком глаза бы только не подвели. Ну я вот сейчас думаю, не дай бог, если вот так нельзя будет, что же я буду делать? Ну я думаю, что все будет нормально. Анна Карпухина с детства восхищается баснями. Сказка ложь, да в ней намек, улыбается она. Анна Ивановна родилась в семье, где помимо нее росло еще восемь ребят. Мама для нее это не только мудрая женщина, ни разу не повысившая голоса на своих детей, но и образец настоящей русской женщины. Камень рыбала, лес валила, камень набывала, на Турболоте работала. И мне пришлось на Турболоте работать. Это уже во время войны, 43-го года. На полях Великой Отечественной погиб отец Анны Карпухиной. Трудиться ей пришлось много и упорно. На Поваровском заводе, на трикотажной фабрике. На одном из рабочих мест в редкие минуты отдыха юная Анна, будучи девушкой любознательной, научилась вязать. На Турболоте сидели женщины пообедают и начинают вязать. Первое я начала не крючком вязать, а спицами. И посыпались, как из рога изобилие, носки, свитера, кофты, платки. В перемешку с жизненными неурядицами и недугами. Больная рука беспокоит, вздыхает Анна Ивановна. Но опускать руки никогда не будет. Закалены годами, воспитаны войной. Я радуюсь каждому дню, каждому часу, каждой минуте. Солнышко ли, дождик ли. Я все время радуюсь. Я все время борюсь, борюсь, борюсь за жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!